Всем привет, с вами Чайка и сегодня мы рассмотрим раунд против Фейс, который проходил в рамках седьмого сезона EPL на карте Демираж. И гайз, давайте не расходиться, это не фейк лауднайт, так что смотрим. Данная тактика состоит с двух этапов. Сначала происходит раскид с изоляцией Зига и Кухни. Это заставляет Фейс дать два огня на выход с апартаментов и стянуть Рейна с шорта на плент. Тем временем Нави и не собирается врываться на Б. Флэйми присоединяется к Эдварду, который все это время ожидал поджим в топе. А Зевс выходит на мид с эндерпасса. На этом моменте начинается вторая стадия тактики. Зевс, предварительно изолируя аплент, заходит в коннектор. Параллельно Эдвард и Флэйми пушат Зигу, делают размен, ловят Рейна вне позиций и вместе со спамом игроков в апартаментах закрывают в тиски последнего игрока защиты Б. Эдвард со старта дает Молли в коннектор, после чего ждет мид пуш. С приходом тиммейтов дает смог в балкон и флэш на парапет. По окончанию смоков коннектори спамит угол, ожидая, что если там есть игрок, то он воспользуется таймингом. Далее Эдвард минусует игрока в Зиге, который вернулся на свою позицию после укрепления плента. На развороте разменивает Зевса. Открываясь на Б, самой ожидаемой позицией КТ был Форест. Но последний опорник Б решил сыграть довольно рискованно и остался на выходе сапов. Понимая, что они в большинстве, Эдвард решает сыграть нестандартно, заняв недефолтную точку, чтобы контролить выходящего с парапета. И чекнув, не вышел ли гардиан ему в ухо, Эдвард ловит плохой тайминг и не успевает довести прицел до противника. Пока тиммейты вапа ждут команду на разброс смоков, Зевс контролит им поджим с эндерпаса. С раскидом Б плента он тихо выдвигается в мид. Под прикрытием тиммейтов он бросает дым под головы и молотов на дельпан, чтобы отогнать снайпера. В планах Зевса было пропушить джангл через коннектор, чтобы отрезать перетяжку КТ на выбивание, выиграв этим кучу времени. Но он не ожидал, что Ника откроется с угла, который Эдвард спрейл за секунду до этого. Симпл бросает дым для изоляции кухни и флэш, чтобы забайтить КТ на ответный дым вапы. Но Фейс решает не спешить, и Симпл после продолжительного холда, ожидая прохода тиммейтов по Зиге, оказывается вместе с Электроником полностью отрезанным от второго крыла атаки. Симпл бросает молли под фургон. Если бы игрок КТ сыграл дефолтно, то он был бы вынужден убегать на Форест, где его и планировал принять Эдвард. После спама смока по инфе, Симпл идет ставить С4. Далее подсаживается в нычку и делает закономерный минус. Поскольку имея огромное количество углов, Гардиан попросту не мог прочитать этот мув. Флейми закидывает смок на ближнюю арку и стягивается на мид. Попутно чекает эспаун, который за эту минуту холда могли поджать. Для выхода Зевса с эндерпасса накидывается флэш под коннектор. Далее Флейми следует за Эдвардом, выступая его рефрагером. Заняв угол зелени, он больше не может быть на размене у Эдварда. Но при этом, если его будут чекать, то игроки в пленте выйдут на перекрестный огонь. Получив дым, Электроник спрейт проход, чтобы под него никто не вздумал пропушить апы. В раскиде Б дает смок на дальнюю арку и флэш для безопасного откида огня на пропрыг. Пока тиммейты проходят мид, контролят пуш от КТ, на случай, если Фейз решат законтрить раунд со вторым раскидом с тех же позиций. Получив крайне поздний дым, Электроник спрейт возможные позиции противника. Далее прикрывает установку С4, подсаживает Симпла и отвечает за апы. После минусов кухни, закрывает последнего игрока защиты, разменивая Эдварда. И последнее. Обратите внимание на позиции Нави против ретейка. Мы не видим дефолтной картины, когда один в соло стоит на форесте, а другой уходит в апартаменты. Образовав две связки, где Эдвард и Флейми отвечают за шорт, а Симпл и Электроник в пленте контролят кухню и апы, Нави находится в полной готовности дать быстрый размен. Возможно, Егору бы стоило занять позицию за колонной, чтобы сразу прикрыть Эдварда. Но тогда он был бы открыт спиной на апы, а КТ мог бы проползти за текстурой за доджевые Электроника. В любом случае, эта заготовка привела Нави к победе в этом раунде, а вы можете дополнять и тестировать ее вариации в своей команде. На этом у меня все. Спасибо за ваше внимание и увидимся через какое-то там количество времени. Субтитры создавал DimaTorzok